Спустя долгое время отсутствия, я наконец-то смог вернуться в свою землянку. Долгих три месяца войны у меня не было возможности побывать здесь. Но когда я дошел до своей сталкерской базы, то, что я там увидел, повергло меня в шок. Однако, самое интересное началось потом, когда я обнаружил, что рядом стреляют, и я в лесу не один. Сегодня я покажу вам, что же произошло за время моего отсутствия, проверяю новую защиту, а также приготовим вкусное сталкерское блюдо. Эгэгэгэ, всем здорово, ребят, вам наверняка интересно, где я пропадал. А об этом я скажу чуть позже, но, я думаю, по обстановке за моей спиной, вы поняли, где я. Да-да, я вернулся спустя целых долгих, нереально долгих три месяца в свою землянку. И, честно сказать, я уже не рад от того, что я здесь вижу, потому что кто-то сломал дверь. Это не все, ребят, здесь такое ощущение... Ну, кстати, это же Чернобыль, здесь реально была война, причем жесткая. Но кто-то немножко раздеребанил мою землянку. Давайте посмотрим, что осталось, потому что я здесь не был очень давно. Я пропадал целых три месяца, честно сказать, не знаю, как Ютуб воспримет моё возвращение, как канал воспримет это, как, в принципе, вы воспримете, но вот и вернулся. И, я думаю, теперь ролики будут выходить почаще, по крайней мере, я буду стараться. А сейчас я попрошу каждого, кто ждал моего возвращения, кто ждал роликов в Чернобыле, выживания, землянку, поставить на ролик лайк, написать коммент, напишите, ребят, что еще здесь можно достроить, обустроить, крутые идеи пишите. Также пишите, какое новое место хотите посмотреть в Чернобыле, потому что я в скором времени планирую посетить еще одну секретную локацию. В общем, все ваши варианты в комментариях, давайте максимальный актив, лайки, комменты. Сейчас будем разбираться, что же здесь произошло за время моего отсутствия. В моей стране уже более 100 дней идет война. Сотни тысяч пострадавших людей, бабушки и дедушки, дети, инвалиды. Но сегодня я и ты можем им помочь. Я буду отдавать на гуманитарную помощь доходы с роликов и донатов, делать видеоотчет. А ты смотри ролик через VPN США, Британии, Швеции, Израиля. А также все ссылки на донаты для помощи будут в описании. Давайте вместе поможем людям, пострадавшим ни за что. Ну, честно сказать, лес просто изменился до неузнаваемости. Вот, ребят, просто вот так вот сейчас отойду, покажу вам все это дело со стороны. Ну, вот кто помнит мою землянку до лета, вот кто помнит ее зимой, осенью, весной, вообще кардинальные изменения просто не узнать. А еще кто-то сломал дымоход. Я не знаю зачем и кто здесь был, но у меня есть подозрение, что эту землянку нашли российские военные. И сейчас будем смотреть, что же здесь произошло. Кто помнит домик Владимира Волка, здесь была такая халабуда, шалаш, цыганский такой. Что это было? Вы это слышали? Стреляют! Слышите, ребят, стреляют! Да ну нафиг! Стрельба! Я не знаю, максимально странно, что в Чернобыле кто-то стреляет в лесу. Мне это вообще не нравится, ребят. Я пока шел сюда, вроде все будет тихо. Фух, ладно. Вроде далеко, но звук похож на ПКМ. Я эти звуки хорошо выучил. Вот такие вот у меня пули. Кто угадает калибр, кто знает, напишите в комменты. Ну стремновато, знаете, когда военные действия, тут хоба стрельба из пулемета. Я думаю, вам интересно, что это такое. Чуть позже я на него сделаю обзорчик. Сейчас надо разобраться с землянкой. А именно вот что я обнаружил. Что кто-то вытащил мое ведро с инструментами из землянки. То есть логичнее всего, что в землянке уже ничего не осталось. Потому что, смотрите, домик Владимира Волка разрушили. Вон какая-то куча мусора там накидали. И скорее всего, мой инструмент... Видите, мои шампура, вон, ребят, смотрите. Глин, землянку скорее всего разграбили. Как я говорил, скорее всего здесь жили российские военные. Потому что землянка находится недалеко от границы Беларуси. Откуда они заходили в Украину. И сейчас посмотрим, что осталось. Блин, сейчас сказать, боюсь всяких растяжек. Ну ладно. Живем один раз, как говорится. Что-то туховато, ребят. Такое ощущение, что что-то отперли. Фух. Палук, иди отсюда. Офигеть. Офигеть, ребят, разграбили. Разграбили землянку. Еще и... Что это такое? Какая-то жижа. Скорее всего, из-за дождей. Вон, из-за дождей, да, ребят? Знак Камрада оставили. Камрад! Камрада кинули. Все забрали, ребят, кроме Камрада. Почему Камрада не забрали? Даже Камрадовскую лопату забрали. Капец, ребят. Все, кроме огурцов, забрали. Жесть. Почему не забрали огурцы? Какая-то была антиогурцовая позиция. Смотрите. Все консервы забрали. Все забрали, разворовали. Капец. Просто капец. Здесь теперь еще и жить нельзя. Надо делать ремонт. Смотрите. Смотрите, сейчас я потолок от... Обвалю. Смотрите. Ребят. Вот что здесь, видите? Еще из крыши капает. Вся моя работа... Пису под хвост. Сейчас я немножко отойду, ребят, потому что мне грустно. Но почему у кого-то была антиогуреечная позиция, и огурцы оставили в землянке? Хоть и все консервы, всю рыбу, все забрали. Все, что было, забрали. А это оставили. Ну, хоть мой знак оставили. И на том спасибо. Думаю, вам интересно, где же я пропадал, что же со мной было и что случилось. Я подготовил для вас такой небольшой рассказик, поэтому смотрите внимательно. Сейчас я все расскажу. Поскольку я военнообязанный, то был мобилизирован еще с самого начала войны. Опыт, полученный в Чернобыле, очень пригодился. А любовь к экстриму адреналину позволяла отбросить весь страх и выполнять поставленные задачи. За время, пока был на войне, у меня не особо было до съемок. Однако, все же часть эксклюзивного материала у меня есть. Поэтому сейчас предлагаю вам его посмотреть. Прилетало по мирным домам. Получается, вот дырят пуль. Я так понял, по трассе ехали и обстреливали обочины. Здесь надо быть максимально аккуратным, потому что непонятно, какими бомбами обстреливали. Вот просто мирные дома все обстреляны. Вопрос только зачем. Все, что осталось от обычного дома. Здесь жили дети. И вот все, что случилось с российской колонной, которая пришла в Украину. Вот, 31, 33, 87 РУС. Всякие грузовики. БТРы, там все прочее. Что только тут нет. Сейчас еще танки будут. Вот, снаряды. Чему это снаряды, не знаю. Я не специалист по артиллерии. Но картина реально жуткая. Да, штука валяется, они разорваны. Вон, ракеты. Игруют. Вот, российские танки. Что это за танк? Т-72 или что это? Самый взгляд новый русский танк. Получается, этот подбили, этот спарел. А тут, походу, еще боевый комплект детонировал. Что он аж разорвало башню, снесло. Я сейчас это снимаю, если что. Я просто, блядь, очкоешь, и она сейчас объедет. Потому что нет группы прикрытия. Вот нету, сука. Где она? Вот это война. Вот это пацаны воюют, да? Давай тут сядем. Нет группы прикрытия, блядь. О! Нихуя. Верняешь в этом, что не все. Когда вылетаем? Когда они танк едут? Ну, слышим взрыв, что танк взорвался, металлыга. Они что, наверное, нашли его? Я не знаю, они просто слышали, как он завелся. А то, что мы слышали, это было металлыга, походу. Я же говорю, блядь, вот, цыка, она к нам выйдет. Тут же хуйня. Блядь, через поле переехать. Будем по танку, блядь, по танку мы ничего не сделаем. Будем в тапок давать. В тапок давать, куда в поле, блядь. Будем, блядь, оставили, блядь, одну, один грамотный мёд, блядь. Ну, нахуя? Этот баклажанчик? Так, так хоть баклажан дали. Ну, смотри, если что в ту посадку валим, и оттуда уже там по посадке до этих, до наших, до копов. Разве что так. Уходим, блядь. Уходим, блядь. Да, вот ползлить, тупо. Уходим, блядь. Уходим, блядь. Давай, блядь. Уходим, блядь, уходим, блядь. Сейчас тягаемся, блядь. Иди, сцени вперед. Да, уходим. Там они сейчас по посадке крыть будут. Все, стоим, стоим, стоим. Хайтан, блядь. Хайтан, блядь. Заходи, заходи. Но я советую вам, я, знаете, недавно понял, что надо смотреть на это все не каким-то, знаете, под узким углом, узкомыслящие люди, есть, которые, знаете, смотрят только с одной стороны. Надо смотреть на это как можно больше под большим таким углом и думать своей головой, а не на чьи-то слова полагаться на чьи-то рассуждения. Такая вот, не знаю, моя позиция. Сейчас вернемся к тому, что я обещал вам показать. Я знаю, ну не знаю как вы, лично я вообще люблю, знаете, всякую военную технику, но еще больше мне нравится оружие. Кто так же, как и я, ставьте лайк. Сейчас пару слов расскажу, что это такое. Из моих прошлых роликов у меня в прошлый раз тоже был автомат. Вот, можете сравнить его с этим. И кто понял разницу, молодцы, кто не понял, расскажу. То у меня было... Блин, комары, ребят, комары повсюду, просто гады, пошли от камеры, садятся на камеру. Самое странное, комары садятся на камеру, а не на меня. Ну ладно, в прошлый раз у меня был автомат АК-47С. Это же называется автомат. Кто знает, как он называется? АК-СУ. Ну, на базе АК-74, то есть это уже более новая версия. АК-СУ автомат Калашникова, складной, укороченный. Сейчас мы его разберем, переберем и даже постреляем. Пару слов, кто военный. Военные его называют по-разному. Кто-то Ксюха, кто-то Сучка. Ну, из-за приставки КСУ. К-С-У, вот. И кому как больше нравится, так он его и называет. По поводу всех моих планов на встретиться в землянке, сегодня, я не знаю, сегодня мы... Я пришел очень сильно, разочаровался, расстроился. Ну, подумаем. Если хотите, чтобы я восстанавливал землянку, ставьте лайк на этот ролик. А я уже в следующий раз подумаю. Сегодня мы разберемся чисто больше по всей обстановке и по оружию. Также приготовим одну вкусняху, потому что засталкерские блюда я не забыл. Короче, по тюнингу. Что мы видим из тюнинга? Во-первых, автомат перекрашенный. Перекрашивал я его полностью сам. Как можете видеть, он хорошо, очень хорошо. Несмотря на то, что он светловатый. Если вот отойти чуток... Все, автомата практически не видно. Отойдешь ты на метров 10, ты его даже не заметишь. Поэтому автомат я сам красил лично. Через трафареточку, вот такими вот прикольными квадратиками. На это я вдохновился игрой Кризис. Может кто-то играл. Там были похожи камуфляж. Помимо перекраски здесь у нас стоит вот такая вот утомная штучка на перезаряд... На этот, как он называется, затворную раму эту. Короче, вы поняли. Перезаряджалку. Своими простыми словами. И очень удобно. Ручка поменена. Цевьё полностью заменено. Стандартные ксюхи я переставил полностью. Она распечатана на 3D принтере, но хорошо держит жар. И вообще не... Не это... Не нагревается, не плавится. Также стоит здесь коллиматор. Коллиматор сейчас вам попробую показать, включить. Вот. Может видно красную точку. Коллиматор нереально удобная штука. Вон, ребят, да. Видите? Сюда я ещё установил глушитель, потому что гасит звук, наверное, процентов 40. И на складной приклад установлен резиновый этот башмак. Я не знаю, как его назвать. Я забыл его правильное название. Но очень удобно. Это холодная штука. Не упирается в плечо. Особенно зимой полезно. Ну, летом она удлиняет. И получается идеально палец на спусковой курок. Вот. Также ещё есть антабка. А, ещё планка Пикатинни установлена специально для коллиматора сверху. Вот здесь. В чём плюс этой планки Пикатинни, я могу стрелять и с коллиматора, и с обычного прицельчика. То есть, получается, если сядет батарейка или сломается коллиматор, автомат из строя не выйдет. Потому что так просто коллиматор не снять в полевых условиях. Также в ближайшее время у меня появится, ну, у меня уже есть, сейчас вам покажу фотки, это SCAR и BRENT 2 чешской сброярки. Я сейчас выбираю между этими двумя автоматами, потому что один из них укороченный. Мне нравится, потому что он компактный, мобильный. А второй из них более обладает, более такой, боевой мощностью, потому что всё-таки удлинённый ствол. Если сравнивать SCAR и Чезету, то я отдал бы предпочтение, комары задолбали, отдал бы предпочтение SCAR только... Ну, видно, знаете, там видно, что он сделан более так качественно, более добротно, потому что все эти вот эти планки Пикатинни, на них сразу с завода идут заглушки. Помимо этого, там приклад более регулируемый. Кто-то стреляет. Такое ощущение, что где-то рядом военная база. Ну, ладно, сильно шуметь не будем, сейчас тоже постреляем. Так вот, думаю насчёт чешской этой BRENT 2 и SCAR. Для начала предлагаю автомат разобраться врач. Я, кстати, ребят, не знаю, может кто разбирается получше. Калибр это 5.45. Есть ли вообще такие ксюхи на 7.62? Мне интересно. Потому что мне кажется, что нет. Это как его разбирать? Разбирать автомат максимально просто. Для начала мы проверяем, что он не заряжен. Разряжен отлично. Далее снимаем глушитель. Глушитель просто откручивается. Я пока здесь вам сейчас это всё сделал, у меня комары съедят. Глушитель сняли. Затворная рама легко снимается просто. Она у АКСа даже не отсоединяется. Дальше разбирать не вижу смысла, потому что мы сейчас в лесу. Сюда сейчас будет набиваться всякая грязь, гадость. Ну вот и всё, что есть. Пружина, баёк с затворной рамой, тут газоотвод. А это всё снимается для чистки. Больше у нас ничего не снимается. Стрелять мы будем прям по этой мишени. Из-за укрытия. Допустим, представим, что это у нас какое-то хорошее укрытие бетонное. Или даже вот отсюда. Прицельная дальность около... Наверное, здесь сколько? Да ну, ребят, это метров 15. 15. Надо хотя бы с 20 будет стрелять где-то с того дерева. Да, с-за вот того дерева, вот он. Вот отсюда. Мы будем стрелять по той вон мишени. Распином у меня наша мишень. По ней будем стрелять в расстоянии около метров, наверное... Блин, даже не скажу, наверное, 25-30, может даже больше. Ну, короче, надо будет попасть. Что? Давайте на исходную позицию тогда. Ну что, стреляем мы с приседа. Первых три выстрела через механический прицел. Следующих три через коллиматора. Посмотрим, попаду или нет. Ну что, погнали? Ну что, честно сказать, я не вижу ни одного попадания. Неужели я все промазал? Смотрите. Тупо все целое. Да ладно, ребят, ну на камере напишите, попал я или нет. У меня же механический прицел был идеально настроен. Ну, сейчас попробуем с коллиматора. Странно. Ну что, стрельба окончена. Автомат разряжаем. Все, вам техника безопасности. И идем посмотрим, куда я попал. Попал ли я вообще. Ну, не может, такое больше не попало. А вот и нифига. Попадание есть. Причем, очень даже неплохая кучность. Если учесть, что я тупо целился в молоко. У меня не было точки центральной. Я просто стрелял в коробочку, ребят. Сейчас я покажу. Нашел все шесть выстрелов попал. Смотрите. Первый, второй, третий, четвертый. Вообще максимально близко. Неплохой результат. Пятый, шестой. Если брать кучность, то... Ну, конечно, такая себе кучность. Но, опять же, я повторю. Я стрелял чисто... Ну, чисто в эту коробочку. Не там в центр, не сюда. А просто. Максимально в центр старался. Ну, на взгляд. И получается, видите, довольно-таки неплохая кучность. Я боялся, что коллиматор не пристрелян. Но вот эти два выстрела, по-моему, с коллиматора были. Вообще, коллиматор пристрелянный, потому что вы подумаете, что я сейчас вам вру, что я купил с магазина пристрелянный коллиматор. Нет. Он был пристрелянен до этого. Но потом я автомат красил, снимал его. И если ты снимаешь и ставишь коллиматор, по идее, он слетает. Хоть я старался ставить на то же самое место. Но, опять же, я же не рассчитаю все точно. Но, как можете видеть, все попадания есть. И коллиматор даже не сбитый. То есть, в расстоянии 30-40 метров я отлично попадаю в цель. Если вы захотите, чтобы я продолжал эту стакульскую базу, обустройку, ее строительство и оборону, то в следующий раз я уже сделаю более нормальную, интересную мишень. Поставляем по ней. Пока очень хороший результат. Ну, я сам просто на взгляд говорю. И такие вот дела, ребят. В землянке я сегодня ночевать не буду. Я очень хотел здесь переночевать. Но в связи с тем срачом, который здесь развели, этого у меня сделать не получится. После каждой стрельбы автомат обязательно очистить. Есть у меня специальное масло, называется Баллистол. Почищу я автомат уже дома. А сейчас, думаю, как я говорил, пойдем к самому любимой части сталкерского выживания, а именно приготовки еды. Попробуйте, ребят, угадать. Это будет одно блюдо, которое уже раньше было. Ваши варианты в комментарии. Не знаю, заметили вы или нет, но выживание сейчас максимально приближается к настоящему сталкеру. Смотрите, поначалу я просто выживал. Были волки. Сейчас волки, военные, палево, патрули и все прочее. Что дальше, ребят? Дальше мутанты. А вот реально, давайте подумаем. С чего все началось? Ну, начался, допустим, если не брать там, что до этого было, всякие вот эти фигни-мигни. Начался коронавирус. Чума всякая-то коронавирусная. Потом война. И, ребят, следующее, мне кажется, будет зомби или мутанты. Потому что я не знаю. У меня уже здесь все, реально. Все ближе и ближе к настоящему сталкеру. Поэтому, единственное, что меня смущает, что в землянку нашли военные. Это были или российские солдаты, или украинские. Ну, очень большой шанс, что российские. Потому что все-таки Чернобыль, всегда здесь россияне заходили, очень много, целой родой зашли. И поселились, скорее всего, в моей землянке. Помимо этого, еще украли все инструменты. Это очень жалко, потому что, я не знаю, зачем понадобились лопаты и топоры. Ну, да и фиг с ними. Сейчас будем готовить еду. Да, момент истинный. Это были сталкерские худоги. Кто из вас ставил сталкерские худоги? Да, ребятки, честно сказать, соскучился уже из-за этим дроворубством. Поэтому... что-ка, давайте это не начнет. Поехали. ох ребят соскучился за этим костров конечно хватало вот у них все по всех у костра но выживания в одиночку реально не хватало сейчас в розжиге очень помогают хвойные деревья потому что сухие елки не горят просто очень хорошо в принципе ель хорошо горит из-за смолы а если с иголочками то вообще быстро все разгорится и скоро будем готовить вкусняшку то друзья вот наша булочка для хот-дога делаем пробитие и на костер и и я уже взял свой шон немножко помыл опалил в это видели как он погнулся наверное сильно раскрылся и греем булочки не было к сожалению копченых поэтому взял обычные молочные прожариваем прожариваем тут такой хороший жар что долго ребят не надо жарить ну и конечно же какой хот-дог берг с горчицей и соуса берем горчицу насыпаем чуток и немножко соуса я люблю аджику поэтому у меня будет хот-дог с аджиковым соусом да такое бывает соус аджика называется все это затрамбовываем сосисончиком ох есть вот он сталкерский хот-дог рецепт максимально прост но я думаю будет очень вкусно вкуснятина ну что друзья немножко погостили время собираться за собой оставляем порядок и все ну что друзья будем прощаться честно сказать последние три месяца у меня знаете такая была некоторая не то что депрессуха но потерялась всякий смысл потому что началась война дико пали просмотры и сейчас я наконец-то некоторое время свободен отдыхаю я бы даже не думал снимать но в последнее время я вот уже три месяца не снимал и в какой-то момент просмотры начали расти то есть не снимал три месяца у меня были просмотры пятьсот тысяч в месяц сейчас они подали поднялись до миллион триста и многие начали спрашивать писать как и где я что со мной поэтому я решил что канал все-таки должен жить всякие тематика чернобыль канал будет исключительно по чернобылю по тематике как я обещал по путешествиям но это самое по это чуть позже потому сейчас очень важно завершить войну я не знаю кто хочет воевать я два месяца было таких прям вот не в самых горячих точках такие надеяк севердонец и прочее просто был ну вот горячая точка где каждый день обстрелы каждый день артиллерия фигачит иногда даже бывает огневой контакт с противником но в основном через всякие агс и и тому подобную фигню потому что близко сейчас вообще никто не подходит сейчас другая война и я не знаю какой больной человек хочет дальше воевать но такие находятся и пока такие люди будут война будет продолжаться потому что я хочу чтобы война как можно скорее закончилась в общем тяжело это все и продолжить жить нормальной жизнью показывать вам чернобыль показываем крутые места путешествовать и лазить по всяким неприступным местам теперь у нас еще на канале появится тематика оружия буду вам показывать крутые оружия там пистолет автоматы если нравится поддержите лайком и так же если хотите чтобы я продолжал эту тематику выживания чернобыля максимальный актив ребят как я говорил мы можем помочь все вместе детям бабушкам дедушкам инвалидам по старшему войны ссылочки найдут в описании и делитесь роликами друзьями спасибо каждому за большую поддержку я рассчитываю на адекватность подписчиков и вот знаете снимаю тоже чтобы немножко отвлечься от войны и самому и вас отвлечь потому что повсюду это война война хочется знаете немножко такого что-то обычного такого отдыха возле костра с сосисками вам наверно посмотреть все это интересно про чернобыль поэтому будем прощаться я надеюсь скоро увидимся надолго постараюсь не пропадать спасибо каждому за поддержку друзья не прощаемся